У тех, кто сделал прививку от гриппа, есть и еще один плюс. Им более эффективно помогают другие средства защиты, такие как медицинская маска или витамины. Конечно, не бесполезны они и для тех, кто вакцинацию проигнорировал, но в этом случае нужно еще уповать на удачу. Как поставить барьер вирусу, расскажет Андрей Кныпа. Тем, кто уже чувствует, что начинает заболевать, советую сделать ингаляцию с эвкалиптом, больше спать и активно пить морс и чай. Лучше пережить недомогание дома, переносить болезнь на ногах опасно. И, конечно, если чихание, кашель и насморк сопровождаются высокой температурой и болью в мышцах, лучше обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Ну а у нас, бодрых и здоровых, еще есть возможность не заразиться. Это профилактика. Популярностью сейчас пользуются медицинские маски. Пропитка у них может быть разной, соответственно, разные возможности. Маски могут быть рассчитаны на 2, 4 или даже 6 часов, и носить их нужно правильно. Изделие должно плотно прилегать к телу, закрывая рот и нос. Если вы коснулись маски руками, обязательно вымойте их с мылом. Оцеревшую влажную маску следует заменить на новую. Большинство масок рассчитано на однократное применение. А вот какой стороной внутрь их надевать, неважно. Еще одно уточнение по поводу маски. Носить ее на открытом воздухе не нужно. Она спасает там, где большое скопление людей. Например, в общественном транспорте это щит от мельчайших капель, которые выделяются при общении, кашле и чихании. Именно так вирус ищет новую жертву. Кстати, чихать и кашлять тоже нужно грамотно, не в кулак. Ведь потом этой рукой вы возьмете телефон, сумку, поручень и вирус продолжит охоту. Если нет платка, лучше прикрыться локтем. И еще о народных мерах профилактики. Не хотите болеть, лук и чеснок вам в помощь. Полезные такие продукты, как киви, цитрус и клюква, облепиха, смородина, квашеная капуста, все они содержат витамин С. В сезон заболеваемости полезен чай шиповником или имбирем и медом. В чае зеленом содержится цинк, необходимый для укрепления иммунитета. А сигареты лучше отложить в сторону. Они ослабляют организм и болеют курильщики чаще. Перед сном врачи советуют промывать нос раствором морской соли. А перед выходом на улицу смазывать нос реаксолиновой мазью. И еще, как не банально это прозвучит, делать зарядку и мыть руки с мылом. Гигиена и здоровый образ жизни тоже эффективная профилактика.